Областные дожинки прошли на этой неделе в городском поселке Брагин. По климатическим условиям этот сельскохозяйственный год для аграриев области оказался не самым удачным. По большинству культур урожай меньше прошлогоднего. Но это, конечно, не преуменьшает заслуг работников сельскохозяйственных предприятий, которые трудились буквально от рассвета до заката. Лучшие из лучших в субботу вышли на сцену Брагинского районного дома культуры, чтобы получить заслуженные награды. На областных дожинках побывали и наши корреспонденты. 24 ноября в городском поселке Брагин выдался днем ветреным и достаточно прохладным. Но на настроение хозяев и участников проводившихся здесь областных дожинок этот факт существенного влияния не оказал. С самого утра на подворьях начали готовиться к приему гостей, которых, как известно, нужно угощать самым лучшим. Мы готовим уху. Уха из нашей днепровской рыбы. Это лещ, лин, шука. А также готовим шашлыки. Шашлыки у нас куриные сегодня. Городской поселок Брагин благодаря проведенным к дожинкам масштабным работам значительно преобразился. А в день праздника к уже открытым объектам добавляется еще один – спортивный оздоровительный комплекс. Нельзя сказать, что раньше спорт в горпоселке не развивался, однако занятия проходили в неприспособленных помещениях. В новом здании разместились тренажерный зал и зал тяжелой атлетики. Кроме того, здесь можно проводить соревнования по волейболу, баскетболу, гандболу и мини-футболу. Открытие специализированной школы в Брагине – еще один шаг по реализации программы развития малых городов. Одна из главных локаций праздника – выставка сельскохозяйственной техники – вызывает неподдельный интерес посетителей. Причем не только современные образцы. Победитель областных дожинок 2018 Иван Вырвич в середине 90-х годов прошлого столетия работал на тракторе Т-74. Говорит, что с его нынешним комбайном «Лексион» старую технику даже сравнивать нельзя. Впрочем, для того, чтобы достигать высоких результатов, за любой машиной нужен тщательный уход. Кстати, в этом году Иван Вырвич и его помощник Олег Хвост намолотили 2670 тонн зерна. Надо работать на комбайне. То, что он там нажимаешь на кнопки, что-то он делает. Но это все надо настроить сначала. А потом оно уже работает с кабины. А так проверка вся, ремонт идет же, как и обычная любая техника. И в продолжение темы оснащения аграрного сектора современной техникой. В этом году с конвейера «Гомсельмаша» сошел суперкомбайн КЗС-2124. Задачу о его создании в августе прошлого года поставил президент Беларуси Александр Лукашенко. Серхозмашину премиум-класса оснастили самыми современными системами. Полевые испытания суперкомбайн прошел на полях Туровщины. Несмотря на не самые благоприятные погодные условия, со своей задачей техника справилась успешно. Поля полеглится. Хорошо с полем лицей справляется. Потери минимальные. То есть комбайн достаточно хороший. С ним легче справиться. Даже те же регулировки на потери тут же еще делаются с кабиной. То есть механизатор не надо ни крутить, ничего. Они еще делают автоматикой. Этот сельскохозяйственный год в какой-то мере можно назвать годом экспериментов. Не слишком благоприятные для многих культур погодные условия заставили аграриев искать новые пути повышения эффективности производства. В агрокомбинате Холмич Реческого района выращивали сорга. Культуру известную также как суданская трава. Ее плюс наличие в растении сахара. В сочетании с кукурузой получается особенно полезный корм. В определенной степени это аналог сахарной свеклы, которую когда-то добавляли в рацион общественного стада. Однако сорга легче выращивать, а заготовка проводится обычным кукурузо-уборочным комбайном. Вот этой весенней влаги, которой не хватает обычно, оно переносит. И в принципе вот два года мы уже занимаемся им, сорга. И вот в этом году даже засуха какая была, сильно не повлияла на сорга. По количеству полученных в этом году наград среди явных лидеров Реческие и Мозырьские районы. Кроме того, что Мозырьщина – абсолютный победитель областных дожинок 2018, здесь находится еще и сельскохозяйственное предприятие, которое заняло первое место на уборке зерна – совхозкомбинат «Заря». В самом хозяйстве эту победу считают закономерной. Это заслуга всего коллектива, начиная от простых рабочих, от механизаторов, поливодов и заканчивая главными специалистами, замдиректора. То есть уже с года в год мы соблюдаем технологию. Результаты этого сельскохозяйственного года в Гомельской области. Экспорт продукции предприятиями агропромышленного комплекса – 280 миллионов долларов. Причем именно наш регион первым освоил китайский рынок. Гомельщина – лидер Беларуси по заготовке кормов. И такой показатель – один труженик села в прямом смысле кормит 34 жителя региона. Этот год был непростым, но он позволил получить новый опыт и сделать выводы, каким образом в современных условиях можно достичь максимального экономического эффекта. Мы должны на этой территории выращивать те культуры, которые дают максимальную отдачу и в экономике, и в объемах. Поэтому если оценивать с прошлыми годами, то, конечно, он хуже чуть-чуть. Не намного, но хуже. Но все равно тот урожай, который мы сегодня получили, его достаточно, чтобы накормить сегодня людей, обеспечить общественный сектор кормами. И самое дорогое, наверное, мы еще раз получили опыт. Мы этот год шепетильно работали, смотрели, анализировали. Одновременно с работниками сельскохозяйственных предприятий во время дожинок награду получили также журналисты и сотрудники идеологической сферы. Как отмечается в решении облсполкома, за информационное сопровождение полевых работ и объективное освещение деятельности агропромышленного комплекса. Среди награжденных – заместитель председателя областного исполнительного комитета Владимир Привалов. И начальник главного управления идеологической работы, культуры и по делам молодежи Ирина Довгала. Среди СМИ отмечены телерадиокомпания «Гомель» и региональный корпункт столичного телевидения. Олег Сенсюров, Ольга Коновалова, Валерий Копанько, телерадиокомпания «Гомель».